Каскад прудов в поселке Дубки появился в 70-е годы прошлого века и сразу же стал любимым местом для отдыха не только местных жителей, но и уток. Они прилетают сюда гнездоваться. Конечно, раньше условия были поскромнее. Вместо теплого домика с искусственным освещением приходилось ютиться в камышах. Однако в прошлом году территория вокруг первого пруда попала в губернаторский проект «Решаем вместе» и изменилась до неузнаваемости. Второй пруд должен преобразиться уже в этом году. Все по той же программе «Решаем вместе». На первом этапе работ подрядчик добрался до дна, чтобы его почистить. Вот уж действительно глубина задумки впечатляет. Но чтобы оценить ее в полном объеме, нужно благоустроить и третий пруд, судьба которого сейчас под вопросом и зависит только от желания и активности жителей. Дважды они уже доказали свою любовь к родному поселку. На деньги от первой победы в губернаторском проекте заасфальтировали улицу, которая ведет к пруду, очистили берег от зарослей, выложили дорожки тротуарной плиткой. Результат второй Виктории будет виден уже в этом году. Причем благоустройством решили не ограничиваться. Возле пруда находится старая бывшая насосная станция. Она давно заброшена. Жители давно просили ее восстановить. И чтобы была возможность также набирать воду, природный родник здесь находится, бьет ключ. И мы поддержали эту идею, поэтому включили план благоустройства. Будет красивая беседка с лавочками, где можно посидеть, набрать воды и любоваться видами пруда. А вот пейзажи вокруг третьего водоема могут остаться в первозданном виде. Чтобы этого избежать, жителям нужно проявить решительность. За грант борются 32 проекта в Ярославском районе. И только два из них получат финансирование. 5 миллионов рублей на каждой. Конкуренция большая, но жители настроены решительно. Конечно будем. Конечно. Если сделать, так все. У нас все за экологию, за чистую, как сказать, природу. Выбирать проекты люди смогут в дни голосования по поправкам в Конституцию. То есть с 25 июня по 1 июля нужно прийти на избирательный участок и найти волонтеров в форме проекта «Решаем вместе». Подробный список объектов по каждому району уже можно посмотреть на сайте губернаторского проекта в отдельной вкладке. До самого голосования остается совсем немного времени. И очень важно включаться в конкурентную борьбу. Ведь, как известно, в проекте «Решаем вместе» побеждает тот объект, за который больше всего проголосовали жители. И тот объект, который жители поддержали на голосование. Соответственно, с сегодняшнего дня мы уже получаем видеоролики, которые снимают в городах, в селах нашей области, для того, чтобы агитировать за конкретный объект. К слову, самые активные районы могут получить бонус – 4 миллиона рублей. Ими наградят четыре самых активных муниципальных образования. Также на дополнительные средства могут рассчитывать и активные города. Павел Волков, Константин Дмитриев. День в событиях.